Всем привет! Сегодня вместе готовим очень вкусный, мягкий и простое в приготовлении шоколадно-банановый кекс. Дорогие зрители, хочу порекомендовать вам винницы из дерева премиум пород мастерской Критвуд. Ребята изготавливают винницы, доски для стейков, разделочные доски, а также пивницы, от которых в восторге мужская половина. Это ручная работа, ребята сделают кравировку надписи или поздравления, что добавит изделию индивидуальности и станет идеальным подарком для близкого или для самого себя. Все делается только под заказ вручную, а доставка осуществляется по всему миру. Ссылка будет в описании. Тесто замешивается очень быстро, буквально за 5 минут, поэтому я сразу подготовила формочку. Она у меня стандартная, кексовая. Форму я застелила кусочком пергамента, но можно просто смазать растительным либо сливочным маслом и слегка присыпать мукой. А также сразу включаем и разогревается духовку на 170-180 градусов. Здесь у меня 3 средних банана, вес без кожуры 390 грамм. Разминаем банан вилкой. Будет даже лучше, если бананы будут такие переспелые. Обычно, когда у меня уже никто не хочет кушать бананы, я готовлю такой кекс. Получается очень вкусно. Вот такая кашица должна получиться. Если будут где-то кусочки банана, ничего страшного, пусть такая остается. Главное, чтобы сильно крупных не было. Добавляем 2 яйца и хорошо перемешиваем венчиком. Миксер здесь абсолютно не нужен, все быстро получается венчиком. Венчиком. Добавляем растопленное сливочное масло в комнатной температуре. Ну и вообще все ингредиенты, конечно же, должны быть тоже комнатной температуры. Хотя бы за часик достаньте их из холодильника, чтобы они согрелись. Тогда все ингредиенты будут хорошо объединяться между собой и тесто перемешается очень быстро. Всыпаем сахар и еще раз перемешиваем. И добавляем пол чайной ложечки соли. Если побаиваетесь, можете добавить поменьше. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты. Это мука, какао, 8 грамм разрыхлителя, это полтора чайной ложки, и щепотку ванилина. Хорошо перемешиваем. В два приема подсеиваем к жидким ингредиентам и хорошо перемешиваем венчиком. В конце перемешиваем лопаткой. Тесто должно получиться вот такой консистенции, как сметана. С лопаточки падает. По желанию в тесто можно добавить кусочки шоколада, либо какие-нибудь орешки. Тут все уже на ваше усмотрение. Я не буду ничего добавлять. Перекладываем тесто в подготовленную форму. Слегка выравниваем поверхность лопаткой. Конечно, можно выпекать и в маленьких формочках. Сверху можно присыпать шоколадом, либо орехами. Ну, либо тем, что вы добавляли. У меня 40 грамм темного шоколада. Выпекаем кекс в духовке, разогретой до 170-180 градусов, ориентировочно 50-60 минут. Кекс готов. У меня он выпекается 55 минут. Готовность проверяется деревянной палочкой. Она должна выходить без остатков сырого теста. Небольшое количество крошек допустимо, так как кекс сам по себе получается влажным. Сейчас перекладываем его на решетку и оставляем полностью остыть. Мягенький такой внутри получается. Сверху хрустящий. Текст получается очень вкусным. По структуре он именно влажный. Поэтому, если вы любите бананы, шоколад и такую более влажную выпечку, то такой кекс точно вам понравится. Вот он такой мягенький. Ну и сверху корочка вкусная, хрустящая. В общем, обязательно попробуйте. Надеюсь, рецепт вам понравится. Готовьте с удовольствием. А мы вам желаем приятного аппетита.